МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы заметите, что наблюдается сближение всех участников киноиндустрии. Начали вместе слаженно работать Министерство культуры и Фонд кино. Мы постоянно взаимодействуем с Союзом кинематографистов, мы взаимодействуем с крупнейшими компаниями-производителями. И если раньше, ну не всегда, конечно, но периодически случалось, что каждый из субъектов государственной поддержки тянул одеяло на себя, и зачастую там как лебедь, рак и щука, фонд кино-министерства двигались в разные стороны, то теперь мы являемся единой сплоченной командой, мы единомышленники. И, в общем-то, это отражается на результатах. Всего на кинематографию из федерального бюджета в прошлом году было выделено 6,7 миллиарда рублей. Из этих 6,7 миллиарда рублей 6 непосредственно на поддержку кинопроизводства. Начала работать схема, при которой четко разграничались бюджетные полномочия между Министерством культуры и Фондом кино. Фонд кино выделяет средства на поддержку кассовых фильмов, коммерчески выгодных, при этом в значительной степени опираясь на перспективу возвратности этих средств. Министерство кино поддерживает в первую очередь из своего бюджета авторское кино, фестивальное кино, анимацию авторскую и документальное кино, а также студенческие кинодебюты. Второе. Фонд кино, который до того выделял средства де-факто, полностью на безвозвратной основе, начал постепенно переходить к возвратности этих средств, проводя глубокую экспертизу предлагаемых защите проектов, оценивая их коммерческий потенциал и финансируя в первую очередь те кинофильмы, которые имеют возможность собрать большую зрительскую аудиторию. И таким образом средства запускаются повторно. Таким образом количество средств, которые запускает Фонд кино, даже при условии стабильного финансирования со стороны государства без роста, а нам, конечно, мы, конечно, хотим, чтобы эти суммы росли, будет год от года увеличиваться. Таким образом Фонд кино превратится в эффективный инструмент, оперирующий государственными и возвратными бюджетными средствами по поддержке отечественных фильмов. И этот инструмент будет год от года расти. В десятку самых кассовых фильмов на территории России вошли три отечественных фильма. Это «Сталинград», «Елки-3» и «Легенда номер 17». При этом «Сталинград», собрав в общей сложности 1,672,000,000 рублей на территории России, стал самым кассовым отечественным фильмом в истории и самым кассовым фильмом прошлого года вообще, обойдя всех иностранных конкурентов. Мы определили перечень тем, которые соответствуют стратегическим интересам государства. Согласно этому перечню, государственная поддержка производства и проката кинофильмов оказывается в приоритетном порядке. Мы решили застарелую многолетнюю проблему с размещением «Союзмультфильма» и надеемся, что летом этого года «Союзмультфильма» обретет большое здание, свою постоянную производственную базу недалеко от «Королёва-12». Кроме этого, разработанной в ближайшее время будет утверждена дорожная карта развития отечественной анимации, состоящая просто из поэтапного плана тех действий, которые будет предпринимать Министерство по возрождению отечественной мультипликации. В ближайшее время начнутся показы, бесплатные показы лучших документальных фильмов с бесплатным доступом зрителей в Центре документального кино в Москве и в сети киноклубов по всей территории страны мы заключили соответствующее соглашение с профессиональными ассоциациями, занимающимися поддержкой документального кино. Впервые запущена система экспертизы, научной экспертизы тех киносценариев, которые затрагивают историческую проблематику в нашей стране. Мы знаем, на эту тему есть много претензий со стороны общественности, что выходит кино как бы историческое, но такого не только никогда не было и быть в принципе не могло. Поэтому сценарии направляются на научную экспертизу российского исторического, российского военно-исторического общества. В комиссии работают привлеченные ученые институтов российской истории, институтов всеобщей истории, Академии наук, которые выдают свою экспертную оценку о том, является ли фильм историческим или научно-фантастическим.